всем доброго времени суток вы на канале вязание не только меня зовут алена сегодня я хочу показать вам мой новый процесс который я вяжу спицами и рассказать о нем давайте начнем по порядку как вы видите это модель которая у меня вяжется полосками я комбинирую пряжу это вот такая пряжа и эту пряжу я получила в подарок кто давно уже на моем канале вы видели видео о посылочки из франции от олечки она прислала мне вот такую пряжу а также я получила посылочку от анюты из испании которая подарила мне вот такую пряжу я эту пряжу соединила кто эти видео не видел я ссылочки оставлю под видео в инфобоксе и вы можете посмотреть значит мне оля прислала в подарок восемь мотков вот такого цвета вот так называется пряжа кому интересно цвет этой пряжи состав этой пряжи 40 процентов шур воли суповош 30 процентов акрил и 30 процентов полиамид вот здесь состав пряжи и все обозначения по ней далее голубая пряжа все то же самое но здесь другой цвет вот пожалуйста кому интересно и третий моточек это такая же точно пряжа только бежевого цвета и вот здесь номер пряжи когда я получила эту пряжу то есть у меня в наличии 8 мотков молочного такого цвета 4 ма . нежно-голубого и 4 ма . вот такого бежевого ну или кофе с молоком можно назвать по-разному я подумала сначала что я буду висать какое-то полноценное изделие из вот этой пряжи так как ну 8 мотков по-любому мне хватит на полноценное изделие да но потом я не знаю почему мне пришла в голову такая мысль почему бы не скомбинировать эту пряжу и не связать полосками я конечно пробовала и вот так ее перекладывать и вот так и вот таким образом но больше всего мне понравилось именно вот это сочетание которое вы сейчас видите то есть бежевый голубой и потом молочный вяжу я на спицах номер три с половиной и как вы уже догадались я добавила вот такую одну ниточку эту бобинку мне прислала анюта ее канал вязаный стиль от анны это очень очень тонкая ниточка состав этой нити я не знаю здесь на бобе ничего не написано но это по-любому я так понимаю металлик до толщина нити затрудняюсь сказать но я думаю что как минимум 1400 метров 100 граммах я брала эту ниточку одной из бобины потому что перемотать как-то нереально это раз и второе в общем-то очень хорошо это подходит к этой пряже так как здесь пряжа она тоже такая нежная по толщине ее можно сравнить с ализе fine и я брала вот одну нить из бобины и одну нить из моточка и таким образом вязала у меня на каждую полоску ушел ровно один моток то есть вот здесь один моток я начала вязать резинкой один на один хотя я очень редко использую резинку один на один она не очень хорошо смотрится в изделии не знаю почему но вот петли такие как кажутся раз растянутые хотя я здесь петли перекрещивала чтобы они более ровные получились но тем не менее не так аккуратно это выглядит как мне бы хотелось вот видите некоторые петельки все равно какие-то вот кривые но не знаю это конечно еще я не стирала изделия посмотрим что будет после стирки я провязала резиночкой потом я сделала прибавки чтобы расширить модель и вот здесь у меня закончился моточек бежевый затем я ниточку поменяла то есть другой цвет взяла голубой и провязала целый моток и он у меня закончился вот здесь затем я стала вязать уже молочным цветом но здесь так как у меня изделие разделено на две половины у меня тоже ушел один моточек может быть чуть-чуть из 2 мотка потому что я делала горловину глубокой так как у меня еще будет здесь обвязка горловины и это нужно учитывать и и вот здесь я еще сделала вот такой легкий скос плеча у меня да ну сейчас незаметно конечно я так показываю значит изделие достаточно широкая так как ну я вижу этот пуловер для своей дочки регины молодежь не любит что-то такое слишком обтягивающие молодежь любит все свободное поэтому эта модель вот такая свободная и как я уже сказала горловина достаточно глубокая потому что еще будет здесь обвязка наверное вы спросите алена ну раз у вас резинка здесь бежевая значит наверно обвязка будет бежевая нет обвязка будет у меня вот такого же молочного цвета спинка будет связана точно так же но естественно без вот такого выреза просто обычный у меня будет круглый чуть-чуть может быть вырез я сделаю и как вы видите здесь у меня прямая пройма и у меня рукав будет вывязываться из проймы вот такой легкий скос плеча я сделала вот таким образом и горловину я буду обрабатывать по вот такому принципу сейчас я покажу вам пуловер который я вязала в прошлом году и вы кстати меня спрашивали просили алена сделайте пожалуйста мастер-класс по обработке вот такой v-образной горловины как это у вас вот так получается но кто давно вяжет вы наверное уже догадались что просто-напросто если у вас здесь идет косичка или аран я в том месте где делаю перевитие разделяю сразу на две стороны мое изделие если у меня коса состоит из четырех или из петель из шести петель то значит перед перевитием я сокращаю одну петельку а потом после перевития вот здесь сокращаю еще по одной петельки мне нужно чтобы здесь остались две лицевые и кромочная и здесь две лицевые и кромочные то есть по три петли с каждой стороны ну и потом в каждом лицевом ряду я делаю убавку но убавку я делаю таким образом чтобы у меня лицевая петля лежала сверху то есть я ее ставлю в этом случае когда у меня эта сторона я вижу я в этом случае ставлю лицевую петельку на первое место у меня получается наклон вправо здесь соответственно я 2 вместе вяжу нормально и у меня получается с наклоном влево и тем самым сокращаю у меня получается вот именно эти дорожки они идут поверху потом я все кромочные петли набираю на спицу провязываю 1 сантиметр просто лицевой гладью не забывая здесь всегда вязать 3 вместе чтобы у нас получалась вот такая дорожка я также где 3 вместе вторую петлю ставлю на место первой потом провязать 3 вместе получается такая лицевая дорожка затем 1 сантиметр я лицевой гладью провязала затем я провязываю 1 ряд изнаночными петлями чтобы на лицевой стороне были и затем перехожу на резинку точно также вяжу резинку не забывая здесь делать всегда 3 вместе и потом закрываю хотите обычным способом закрывайте чтобы не сильно стянуто было вот например в этом случае я закрыла эластичным способом можно иглой закрыть как вам нравится вот рассказала на словах да но если действительно нужен подробный мастер-класс то можно сделать и подробный мастер-класс вот здесь кстати горловину я буду обрабатывать точно так же я точно так же вот видите здесь изделие на две части разделила и у меня с этой стороны 3 лицевые и с этой стороны 3 лицевые и потом когда я вязала в каждом лицевом ряду я сокращала здесь по две петельки кажется что как будто край обработан в технике айкорд но это не айкорд это просто вот такая дорожка из лицевых петель джемпер очень достаточно ну широкий на мой взгляд еще раз повторюсь я не стирала я не знаю может быть он еще в длину вытянется но у меня здесь на спице три с половиной вот основа изделия это 120 петель на резинке 100 петель потом в последнем ряду я вот здесь делала прибавки если померить по ширине сейчас я вам скажу сколько это получается но пока вода изделия я не стирала так приблизительно делаем замер и получается 32 сантиметра то есть 64 сантиметра ширина подойдет на размер с подойдет на размер м ну и даже может быть на эль ну конечно на размер эль будет не так свободно выглядеть да вот что хочу сказать по этой пряжи вязать мне очень нравится пряжа нежная пряжа достаточно мягкая но здесь есть одно но когда я смешала ног вот к этой вот пряжи вот этот металлик вот с этой пряжей с этой ниточкой нужно быть крайне осторожным во первых нитка она же искусственная ну то есть металлик да здесь нет никакого волокна и соответственно она не тянется как вот обычная не то она здесь немножечко она где-то у нее какой-то процент вот есть да она такая эластичная здесь же нет и она настолько тонкая что когда вот я вязала до бывало иногда что я ее не захватывала вместе с петелькой то есть вижу вот так вот вместе ниточку вот эту вроде захватила а эту нет да и вот это она такая тоненькая что это даже незаметно иногда ее под основной нитью даже не видно и я потом когда уже провязала какое-то ну количество да вот я уже потом обратила внимание на то что здесь по полотну вот у меня если присмотреться особенно здесь где резинка вот здесь где ровное полотно не так потому что я уже более внимательно здесь вязала а вот резинка у меня есть не некоторых местах вот не знаю как вам пока вот видите да вот так вот раз и вот она петелечка вот она вот это я ее потеряла эту петельку или не захватила я ниточку в этом месте да конечно это не критично обрезать я это не буду потому что она какая бы ниточка не было она потом поползет и все равно где-то еще вылезет то есть это конечно можно все убрать крючком на изнаночную сторону но таких вот случаев у меня вот несколько именно вот вязание резинки видите вот в одном месте потом вот здесь еще где-то вот тут вот еще где вот еще как показать вам чтобы так было заметно где-то еще вот ну в общем пару мест таких я нашла вот и поэтому хочу сказать что когда добавляете такую вот ниточку вспомогательную настолько тонкую то конечно нужно следить чтобы она от основной нити не расслаивалась вот даже здесь где я уже полотно вязала у меня тоже есть где-то одна петелька одна ошибка я вот ее видно я сейчас пока их не прятала эти петелечки вот видите вот потом конечно когда работа уже будет моя закончена тогда я уже все это просмотрю и все это сделаю так как распускать нет смысла до этого места все равно можно где-то и в другом месте ошибиться нужно просто быть очень внимательным спинка значит у меня будет связана точно такая же рукава у меня тоже будут полосками вот такими связаны но естественно я не буду вывязывать весь моток я просто буду смотреть чтобы полоска была такая же по ширине как она у меня вот здесь на основной вот этой вот части да ну я уже сказала горловина будет молочного цвета и я еще что-то придумала у меня будет в этой модели такая декоративная отделка это будут не пуговки я хочу сразу сказать вот это будет что-то другое ну и когда я уже эту модель свяжу мы с вами вместе увидим как же у меня это получится потому что я пока только это задумала я не знаю как это будет смотреться на этом свитере потом вместе с вами мы уже в готовой работе это увидим вот в общем то на данный момент так продвигается моя работа я знаю что я говорила в одном из своих прошлых видео что планы на 2020 год у меня такие что я хочу побольше модели связать крючком и я уже начала одну модель вязать крючком но об этом я расскажу вам следующем видео чем мне еще вот хочу сказать чем мне понравилась а вот это вот блестящая ниточка тем что здесь блеск не ярко выраженный получается а он получается очень нежный и ненавязчивый то есть вот посмотрите на камере если просто посмотреть на полотно то слишком блеска практически даже незаметно но если вот так поднести на свет полотно и вот так немножечко его из стороны в сторону покрутить повертеть скажем так да то появляется вот такое нежное мерцание видите именно на полотне вот так вот переливание такое до переливы такие и мне именно вот это очень нравится у меня конечно целая вот такая огромная бобина я у сколько вот вижу столько сколько и было столько есть потому что достаточно тоненькая ниточка такую ниточку можно добавлять и когда вяжете платье и пуловер и даже какой-то аксессуар так телу она как бы колючая кажется да но вот вместе с пряжей да она совершенно не колется ее даже не чувствуется вообще этой ниточки совершенно только виден вот такой интересный блеск очень очень легкий практически незаметный скажем так не навязчивый такой да не так что по сразу все блестит да нет очень очень нежно и красиво посмотрим что получится у меня в итоге ну вот в общем то и все что я хотела вам рассказать по этому процессу если у вас есть какие-то вопросы пожалуйста задавайте желаю вам легких и ровных петелек и до новых встреч